доброе всем утро она действительно добрый смотрите какая красота не облачно вроде бы замечательная погода полгода плохая как всегда идем на работу сегодня уже четверг ой смотрите куда кошка забралась смешно на фонтане что нас лезть не может хотя здесь можно есть ты чё там делаешь кс-кс-кс-кс испуганная такая все все увидел 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 чарли здесь кошек зовут знаете как не кс-кс-кс а мисси 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 полетел любит он кошек похавкать на них и погонять пинты охотник почему собаки не любит кошек я вот этого не понимаю собака собак вроде бы ну иногда любит иногда не любит но в основном любит окошек не любит странно да мама оставила помните я вам говорила что мне счет за воду принесли в общем что сколько-то там дофига это оказалось что это счет бара я вот сейчас остановилась говорит ваш счет он горит да и и в общем от мимо дала вчера они были закрыты когда налоговая приходила но они открываются попозже куда мы едем едем сейчас в меркадону и алькампу нужно заехать и в это в лидл в общем в лидл за хлебом мне там нравится меркадоны за чем-то еще сейчас по пути вспомню не помню только алькампу хотел арбуз хотя я уже потом передумывала и думаю купить арбуз в фруктовом магазине в общем в магазин не надо сейчас заеду в лидл в который мне сто процентов надо а потом и буду вспоминать что мне маркадонин забыла память девичья опять с утра было так хорошо никаких точ не было сейчас смотрите опять тучи вон нагоняют здесь просто машины могут с двух сторон прийти так что вот такие вот у нас планы на сегодня еда у меня есть не этих марка макарон фаршированных хватит на целую неделю муж не ест такое я ему сделаю тимпага а вот мне нужно булочки для гамбургеров купить вчера ему две котлеты оставила но фарш знаете котлеты не ест а сделаешь типа гамбургер ест разница какая не понимаю смысл да может быть ему эту котлету в булку запихать и так что ли он ее будет есть смотрите какое море голубое может быть все таки на пляж съешь и вот надо не забыть булки эти купить я покупаю и замораживаю вообще я все что не доедаю все замораживаю ничего от этого не портится вкус все то же самое поэтому так вот с открытыми окнами обычно включают видите себе велосипед не стилов едут по дороге в ледл куда заехать наш в этот или в тот даже не знаю заеду в этот просто здесь в салабрине тоже есть лидл находится вот там сейчас нужно на эту сторону переехать вот там видите вот она а если в моем городе то как-то здесь в общем удобнее мне сюда заехать опять ветер какой-то поднимается в общем заехал только в этот валькам по больше никуда не захотелось потому что и я не вспомнила что мне еще надо а вот что я купила здесь сейчас я вам быстренько расскажу с ценами и все дела и буду кушать кукуруза вот так вот две по две четыре початка взяла значит у нас стоит вот таких 2 евро 49 купила вот такие сосиски свежие буду делать с вином рецепт есть на канале в плейлисте рецепты очень вкусные кстати получается они свежие потом у нас что еще есть а ночью с предложением шло представляете она у нас стоил 202 а 45 копеек не скинули нормально ну евро 60 где тогда вышло вот 202 45 копеек с не скинули вот прикольно да он гостины это креветки вот такие они у нас тоже со скидкой были 359 обычно они чего-то четыре с половиной спор стоит а это 359 здесь полкило они уже вареные готовы можно их кушать курица вот это курица самая вкусная из лидола я вот все переплывала готовы это самое вкусное она у нас стоит 389 здесь килограмм написано кило 3.89 мне кажется нормальная цена для курицы так урчата это вот это 85 копеек это мужу такой вот напиток скажем так из корнеплодов на завтрак вот такие вот ветчина из индейки мне вот один раз попробую очень вкусно мне понравилось дела еще она у нас стоит евро 15 евро 15 яйца 12 штук евро 45 салфетки на стол они у нас учет стоят 79 копеек хлеб вот эти вот булочки для гамбургеров одну сегодня мы использую остальные заморожу они у нас стоят 99 центов хлеб вот такой обалденный смаком мне очень понравился на завтрак самое но и вот нету вот этих краешек которые я всегда выбрасываю видите если вы не последний кусок доела он у нас стоит евро 49 для чарли вкусняшку евро 19 все сейчас буду разогревать кушать себе макарошки свои и и отдыхать хотя я меркодону хотела за семечками не там семечки нравятся не очень вкусно но за одним семечками ехать что-то я как-то подумал думаю не не надо я лучше потом эту кукурузу себя творю и кукурузу полопаю правда же ведь кстати не забывайте подписаться на мой канал поставить лайк и написать комментарий вам не стоит никакого труда а мне приятно поставила мужу картошку жарить чем у меня так успешно что а вот а пока она будет жариться эту белье повешу надеюсь она мне не горит не думаю я хотела на пляж сегодня поехать ну что-то для меня не пляжная какая-то погода смотрите кто приехал в отпуск вообще погода шикарные потому что не жарко но в том плане что нет такой жары 40 градусный но тем не менее на пляже можно комфортно находиться и солнце так тебе не печет но это кто в отпуске я ты не в отпуске поэтому я хочу солнце чтобы она мне парила то есть я имею ввиду что я могу и подождать другого в другой погоды хочу сказать не хочу я сегодня на море я люблю солнышко нет ни шторм море шикарное теплое так что все ты там но я хочу солнце ну что пойдемте посмотрим горела ли у меня картошка я вас долбанула об лестницу не живая живая будем дожаривать и и потом гамбургер тела и все еда готова кукуруза сейчас будет вариться это мои вчерашние котлетки которые уже замерзли видите склажу их сейчас пакетик вот такой и отправиться в морозилку если они не отсоединяются можно может все прекрасно подсоединяется а это у меня гамбургер готовится мужа уже я вот так на тостере делаю и все не зашибись и там вот ему жарится в гамбургер сейчас сверху сыр положу и отварю кукурузу но это уже себе тоже полопать так что вот так все кипит любите такую еду гамбургер да с картошечкой я бы сейчас с удовольствием слопала но может быть когда-нибудь не за горами наступит такое время когда я дойду до 80 килограммов тогда я слопаю или кебаб тоже люблю люблю очень пожирать да ты тоже любишь стоишь тут а тут ничего у меня нету сейчас папа придет может что-нибудь урвешь у него да может что-нибудь урвешь а пока вот так будем с тобой стоять и облизываться да что нам остается тебе нельзя мне нельзя так и живем я в общем вот в этой майке сейчас пойду но потом переоденусь в шорты просто эту майку если положить в сумку то напомнется у меня там спортивная мальчика в этой сумке в общем потом просто приду сниму эту майку одену нет сниму же эти шорты одену другие шорты которые у меня уже находятся в сумке просто там переоденусь и все зачем все это буду делать чтобы выиграть времени быстренько забежать домой бросить сумку потому что я буду уже одета и пойдем кое-куда пойдем в общем с чарли так что следите ну и куда же ты я направляюсь после спортзала я сегодня не пошла не бассейн потому что нафиг потом все закроется в общем мне нужно купить бритву для мужа и перфюм у него закончился я ему покупаю перфюм имитация у нас есть магазинчик там они делают имитацию на все бренды так как у него вообще там найти хорошо и долго держатся ароматы скажем так вот но дело в том что у него длится любой пузырек сколько бы там ни было 100 миллилитров или пол литра максимум неделю две поэтому чтобы покупать покупать дорогие какие-то просто не вижу смысла у него знаете какой так какая тактика он говорит я брызгаюсь ты мне купить стойкие потому что чтобы я брызгаюсь и я их не чувствую ему доказывала сколько бы я ему не доказывал что ты их и не должен чувствовать это для других ты душишься они для себя потому что если ты чувствуешь на себе парфюм значит он тебе не подходит и говорю представляешь если бы ты его постоянно чувствовал тебе бы голова болел бесполезно по барабану он их не чувствует поэтому он брызгается на вот так вот если я его астана я на него постоянно ругаюсь потому что как уйдет это газовая так открывайте окна и убегайте как бы вкусно и хорошо пахло но когда его слишком много можно просто задохнуться поэтому когда один однажды он так побрызгался моими духами и я ему такой вставила у нас куда ты знаешь его так воняет блин на весь дом ты офигел что ли поэтому я покупаем имитация на что-то 15 евро 100 миллилитров по моему стоит в общем и зашибись ему так а самый прикол знаете в чем его сестра делает все точно так же и представляете когда они вдвоем сядут в машину бы холодно на улице не было какая бы погода и какой бы дождь и град не лил я открываю окна все и говорю вы меня убить хотите вашими ароматами потому что мужской женский а сам интересный муж требует такие же духи как у меня потому что он считает что я тебе покупаю намного лучше так мои они из этого да мне очень нравятся они из господи и вас лучше да и вас лучше по моему я много раз показывала их в общем но я ему не разрешаю всего лишь не это надо мне это не надо в общем я уже в центре побежали побежали боже как я не люблю эти мотоциклы грёбаные как же они орут и мотоциклисты думают чем больше они делают тем они круче а еще знаете как я покупаю парфюм я захожу туда там парень обычно всегда работает и говорю ему мне дайте мужское что-нибудь такое свежее потому что нюхать там не правильно вообще из тебе же выбираем как в этом для мужчин но нюхать то нам приходится и говорю что нибудь свежее такое такое вот вкусненькая он значит не дает понюхать там что в 20 этих парфюм потом я ему говорю мне пожалуйста инвектус который я ученик вот всегда мы беру мужу инвектус не знаю кто это чьи это не помню они мне очень нравится нам уже и вот уже наверное года два или три я мы их покупаю ну вот уже мы в центре не потом ему еще дарят все в подарки там на новый год на рождество вот но вот обычно таки попал хочет мужчине ему плохо или он учет или он пьяный по-моему он пьяный вот у нас тоже алкошня бывает потому что если бы было плохо давно бы уже позвонили куда надо это просто наверное пьяненький мужчина так я уже блужусь немножечко ориентир потеряла а нет все правильный дух там у нас центр все магазины но это в принципе ой здесь везде магазины туда магазины сюда магазины люди на дорогу кидаются наверное хотят покончить жизнь самоубийством но здесь не удастся им это сделать потому что машины едут медленно вот тут этот магазин этот находится вот где цветочки стоят где там у нас традивариус а вот тут уже все перфюмы так что я пойду выбирать как всегда что-то бастуют а что за что что женщин против против избиения женщин и плохого отношения к женщинам это наверное опять кого-то по телевизору только слышишь что муж убил жену и что-то такое и вот постоянно бастует и к этому слишком много внимания привлечено смотрите сколько жемчуга здесь красивый жемчуг сколько стоит конечно я не знаю не заходила не спрашивала но наверное не дешево это серебро здесь все чарли магазины ненавидит поэтому пытается от них все время удрать вот какой у меня тут безобразие короче вот я купила что-то на мне не написал какой-то запах но я уже не помню какой короче вот этот стоит если пятна 16 евро посмотрите здесь 100 миллилитров по моему если я не ошибаюсь вот а если свою ну то есть вот это вот стеклянную тару принесешь пузырек то 2 евро меньше то есть не вот это вот обошлось 14 евро потому что я всегда у них беру еще надо мне вот таких два пробничка черный мужской и вот женский на их тут как-то подписала по-своему 80 и 150 то есть там нет такого вот знаете смотрите какая потная такая парилка я бы сейчас а вот мои духи evidence очень вкусные пла пахнут вообще я ими уже не знаю сколько лет пользуюсь и шикардос но вот этими тоже пользуюсь который мне муж подарил так это палочки не нужны для парикмахерской я взяла все которые кстати чисто и сдохли они знаете смотрите на них вот нажимаешь горят да нажимаешь вот так посильнее и или долванешь обо что-нибудь то все они опять на ноль короче выбрасывать как здесь пахнет я набрала я взяла все вот эти вот правда не стер а нет как которые она мне давала нюхать вот я говорю давайте мне их понесу может быть мужу дам понюхать чтобы он может быть ему какие-то понравится так что вот пускай потом выбирает ну а это вот такие бритвы им пользуются и он даже правда их не знать чем он пользуется он просто говорит мне нужно бритву купить и все а если его ему скажу иди купи бритву он не он ее не сможет купить потому что он ее не знает ты устал что ли здрасте приехали я блин вся сырая я пошла в душ опять я в спортзале в душ сходила как всегда забыла шлепки блин пришлось в кроссовках и сейчас пойду опять я вся сырая от того что облачно вот так вот духотища прям вообще как в бане по дороге зашла фруктовый два фруктовых в одном купила вот такие сливы вроде бы ничего хорошие не прям уже даже с листочками были пучок укропа тоже хороший зелененький такой смотрите ароматный пара огурцов в персики цены не знаю просто говорила накладывали кстати пахнет один мягкий вот этот я себе взяла найти уже мужу он любит их из холодильника фрукты но он не очень небольшой любитель фруктов и пол арбуза это уже в другом взяла вроде неплохой сейчас буду пробовать но горячий собака кстати у нас это фрукты фрукты фруктовый магазин какой-то я не знаю как второсортный что ли не пойму там вроде бы как все дешево но какой-то знаете все какой-то как будто не сегодня завтра уже пропадет я верхнюю часть буду срезать потому что потому что непонятно кто его лапа все таки разрезанный свежим просто целая у моего не съедаем лучше свежий взять чем-то который будет там валяться целую неделю у нас этот уже попробую мамочки свалился вообще никакой переспелый на вид такой классный хотя серединка неплохая серединка даже ничего ну серединку съедим и все в общем такие у нас дела на сегодня завтра уже пятница завтра на в спортзал нужно пожить и не хорошо у меня занятия сумбы в 7 30 вообще зашибись все то есть и занятие во все недели 6 30 а пятницу 7 30 то есть я попадаю зашибись как оставляя чарли боевом и дом на на сумму так что встретимся с вами завтра что я устала знаете встретимся с вами завтра всего вам самого лучше приятных выходных у кого они начинаются и всем пока пока